МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После небольшого перерыва, связанного с сезоном летних отпусков, программа «Пульс города» снова в эфире. С вами Екатерина Иванова. Здравствуйте. И мои коллеги продолжаем рассказывать вам о самых заметных и значимых событиях, которые происходят в нашем городе и за его пределами. Смотрите сегодня в нашей программе. У бассейна появился свой фирменный знак, а у автора логотипа заслуженная награда. Большая стройка в Колвице в старинном поморском селе возведут новый мост. Твердая четверка. Региональная комиссия проверила, как в Кандалакшском районе готовится к предстоящей зиме. Северное лето пролетело как один миг. Хватило ли времени коммунальщикам на то, чтобы достойно подготовиться к предстоящему отопительному сезону? Ответ на этот вопрос был озвучен в ходе выездного заседания региональной комиссии по подготовке к зиме. До наступления очередного отопительного сезона осталось около месяца. Времени на раскачку нет. Успеть бы довести до ума – уже начатые работы. Пример привели. Минувшую зиму прошла почти без сбоев и ЧП. Впрочем, и прогноз на предстоящий сезон достаточно благоприятный. Проблемы, которых в каждом поселении хватает, где-то частично, а где-то полностью решены. Горячей точкой на карте Кандалакшского района долгое время оставался Зареченск. Сейчас, похоже, ситуация выравнивается. С учетом проведенных конкурсных процедур уже заключены контракты и ведутся работы на ремонт гулерной на 2,3 миллиона, восстановительные работы по ограждению канализационных сооружений, ремонт канализационных сетей 4,5 миллиона, электротехнические работы на котельные и ремонт водопроводных сетей. Есть экономия, которая сложилась по результатам в районно-конкурсных процедур, будут объявлены дополнительные работы, в частности, по канализации. Из 39 квартирных домов, находящихся в Зареченске, у нас проведена промытка и опрессовка всех 39, то есть 100%. Паспорта готовности сейчас оформляются, будут выданы в соответствии с регламентом. Поэтому здесь никаких вопросов, связанных с подготовкой к зиме МКД, нет. 100% готовности МКД. Решается и вопрос, связанный с теплоснабжением населенного пункта Белое море. До конца текущего года там должна быть введена в строй новая модульная котельная. Проект при участии инвестора реализует корпорация развития Мурманской области. По предоставленной инвесторам информации, проект котельная будет готов до 1 сентября 2017 года. Проведены согласования земельных работ на участке. До 27 августа будет залита бетонная площадка под блоки модулей котельной, произведенных в рейсах существующей сети тепло- и водоснабжения. Блок котельной 1 из 3 на 700 мВт будет установлен до 15 сентября 2017 года. К концу сентября планируется доставка двух остальных модулей. Как следует из отчетов, представленных главами администрации других поселений, подготовка к новому отопительному сезону проводится в плановом режиме. Отставаний от графика нет. Готовность жилфонда составляет 85% претензий к состоянию образовательных учреждений и вовсе нет. Стопроцентный показатель. Не сидят сложа руки и теплоэнергетики на 11 котельных МЭСа. Активными темпами идут ремонтные работы. Перечень объемный от замены котлов до реконструкции подсобных помещений, рабочих зон и инженерных сетей. Формируется нормативный запас топлива. А вот с собираемостью платежей за коммуналку в Кандалакшском районе дело обстоит похуже. Уровень ниже среднеобластного. Кандалакша 84%, Зеленый Борский 82%, Заречен 75%, Рокорти 76%. Задолженность учреждений и финансировок из муниципального бюджета отсутствует. В бюджетах все заложено. Это, видимо, долги на население и прочих потребителей. Евгений Никора порекомендовал теплоэнергетикам активизировать работу по взысканию задолженности. Организовывать рейды с привлечением судебных приставов. Кроме того, зам губернатора попросил местные власти не затягивать с ремонтами инженерной инфраструктуры. Средства выделены из региональной казны и немалые 8,5 миллионов рублей. В частности, планируется заменить теплосети на улице Наймушина в Кандалакше и в районе площади культуры в поселке Зеленоборский. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку по факту гибели подростка на станции Кандалакша. Трагедия произошла в минувшую пятницу. По предварительным данным, юноша забрался на вагон-цистерну грузового поезда, его ударило током. Электротравма, которую получил подросток, оказалась несовместимой с жизнью. Правовая оценка происходящему будет дана после того, как сотрудники правоохранительных органов проведут все необходимые доследственные мероприятия и установят все обстоятельства ЧП. Уже на этой неделе, 24 августа, в Кандалакшском заповеднике открывается доступ в зону особого режима. Возможностью посетить ее ежегодно пользуются порядка 200 местных жителей. Как правило, это владельцы лодок, а они выбираются на острова, расположенные неподалеку от Кандалакши, где рыбачат, собирают грибы и ягоды. Напомним, что для иногородних граждан и туристов территория заповедных островов близ Кандалакши по-прежнему недоступна. Возможность посетить зону особого режима предоставляется только местным жителям и только по пропускам. Разрешения уже выдаются, получить их можно в администрации Кандалакшского заповедника. Оформляются бесплатно, но при наличии у заявителя следующих документов – паспорта, удостоверение на право управления маломерным судном и судового билета. Как уточнили работники заповедника, в связи с необходимостью определить степень нагрузки на острова, разрешение на посещение зоны особого режима должны получать не только судоводители, но и каждый из пассажиров. За получением более подробной информации жители Кандалакшского района могут обращаться по телефону 933-03. В селе Колвица разворачивается большая стройка. Со дня на день там начнутся работы по возведению нового моста. Пока ограничений для проезда автотранспорта с одного берега реки на другой не вводится. Об изменениях схемы движения будет сообщено дополнительно. Необходимость возведения нового моста возникла давно. Состояние имеющегося не выдерживает никакой критики. В прошлом году была даже предпринята попытка ограничить проезд автотранспорта на данном участке. Но кирпич недолго украшал подъездные пути. Местные жители продолжают пользоваться единственной, хоть и не совсем основательной переправой. Впрочем, к новому 2018 году, если не подведут строители, здесь появится новый мост. Средства на его возведение – 24 миллиона рублей. Выделены в рамках целевой программы из областной казны. Еще четыре – в рамках софинансирования из местного бюджета. У Кандалакшского бассейна появился свой фирменный знак – яркая, красивая и запоминающаяся эмблема. Конкурс на ее разработку был объявлен еще в начале лета. Из поступивших в адрес конкурсной комиссии вариантов выбрали лучший, а его авторы ответили, как и обещали, ценным подарком. Церемония награждения победителя конкурса на лучший логотип прошла достаточно скромно. В фойе спортобъекта под прицелами видеокамер автора теперь уже фирменного знака бассейна поблагодарили руководителя Кандалакшского района и вручили приз. Игорь Владимирович Стеценко в течение полугода сможет посещать бассейн совершенно бесплатно. По словам Игоря Стеценко, его трудовая деятельность никак не связана с живописью или дизайном. Кандалакшанин работает простым сварщиком, но время от времени берется за карандаши кисти. Рисованием, как говорят, занимается для души, но узнав о конкурсе на разработку логотипа, решил не оставаться в стороне. Опять же приятно, что принес пользу городу, то есть немножечко вписал себя в историю. Ну и просто хотелось бы, чтобы люди воспринимали, то есть была не… эмблема выражала какую-то идею, это в первую очередь оздоровление для жителей нашего северного городка. Собственный логотип – не единственное новшество. По многочисленным просьбам горожан, руководство бассейна скорректировало режим работы спорт-объекта. Так уже с 1 сентября он будет функционировать с 9 утра до 10 часов вечера все дни, за исключением понедельника. Первый рабочий день недели бассейн будет открыт с полудня до 10 часов вечера. На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды на предстоящие сутки. Я же с вами на этом прощаюсь и всего вам доброго. И увидимся завтра ровно в 19.00 на телеканале ТНТ Кандалакша.